В очередной раз летом, когда наступает пора жары, из-за которой хочется мыться намного чаще, чем зимой, нам отключили горячую воду. Как вариант, это поставить бойлер. К сожалению, с нашим подходом к подаче горячей воды, это неизбежность. Я не считаю это нормальным. Для меня загадка, почему газ может все время подаваться, почему холодная вода может подаваться постоянно, почему электричество также не пропадает. А как только разговор про горячую воду, то именно ее нужно отключать, для какой-то мифической профилактики. При этом, естественно, даже месяца не хватает из года в год. И тут возникает вопрос, какой именно бойлер установить? Ведь хочется, чтобы он прослужил как можно дольше. Но кроме качества воды, которая влияет на количество накипи и из-за чего может повредиться тен, так как будет дольше работать и отдавая хуже тепло воде, будет работать на износ и перегреваться, Есть еще один фактор. Давление воды в системе. Обычно рабочее давление бойлера указывают в инструкции. Но дело не только в том, какое давление сейчас. Дело в том, какое оно может быть. Оно меняется и может стать выше, из-за чего бойлер может порвать. Узнать давление можно с помощью манометра. Так, например, у меня давление холодной воды составляет 3 атмосферы. А давление горячей воды 5 атмосфер. Данные параметры очень сильно зависят от этажа. Чем ниже этаж, тем выше давление воды в трубах. А если этажей много, то начиная с домов 16 этажей и выше со 100% вероятностью, можно предположить о наличии насоса в подвале, который будет нагнетать давление воды. Чтобы она добивала до верхних этажей. Без этого насоса вода может с трудом добивать до девятого этажа. Но с другой стороны, это значит, что на нижнем этаже давление может быть достаточно высоким из-за этого насоса. Чтобы вы поняли, как изменяется эта величина, приведу пример. Если на первом этаже 5 атмосфер, то на девятом этаже будет около 2. Может чуть выше. Соответственно, чтобы 2 атмосферы было на 16 этаже, то на первом должно быть еще выше 5. Проверить давление в системе до покупки и установки редукторов можно через обычный манометр. Его можно накрутить на шланг от душа, предварительно сняв распылитель. На горячую воду обычно давление выше. Но холодная вода в этом вопросе важнее, так как все свои устройства, фильтры, бойлеры, стиралки, посудомойки, вы подключаете к холодной воде. Однако, все же лучше поставить редукторы на обе воды, так как перетоки по системе никто не отменял. Сам манометр стоит недорого, так что можете поэкспериментировать. Чтобы уберечь себя от разрыва бойлера, существуют редукторы давления. Они бывают разные и по цене, и по форм-фактору, и по принципу работы. Но главная их цель обеспечить приемлемое давление, а желательно то, которое вы сами выставите. Я купил самоочистные редукторы. Под колпачком находится фильтр, который если забьется, можно очистить, не раскрывая редуктор и не вынимая фильтр. Для этого нужно будет просто открыть кран снизу, и вода напором вместе с мусором на фильтре просто выльется наружу. Данный колпачок или колба, кому как удобнее, бывает из разного материала. Собственно говоря, для холодной воды продается с пластиковой колбой, а для горячей с латунной. За редуктор для холодной воды я заплатил около 1050 гривен, а для горячей около 1300 гривен. Я сначала купил по одному для каждой воды, но честно говоря, я сталкивался с пластиковыми фильтрами-колбами грубой очистки, и у меня они всегда начинали течь, вопрос был лишь во времени. Поэтому я связался с продавцом и доплатив обменял редуктор с пластиковой колбой для фильтра на редуктор с латунной. Не такая уж большая разница в цене, зато на душе будет спокойнее. На редукторе есть стрелка с направлением хода воды, резьба здесь под трубу 3,25 дюйма, но в комплекте есть и переходники на 0,5 дюйма. Также есть и манометр, чтобы можно было видеть установленное значение не только на рукоятке, а и в реальности. И есть пластиковый ключ, а также прокладки. Манометр можно прикрутить с любой из сторон редуктора, предварительно открутив пластиковую заглушку. Это сделано для удобства монтажа, так как непонятно какой стороной вам будет удобнее устанавливать. Все будет зависеть от расположения трубы. Вообще согласитесь, упакованно и укомплектовано достаточно солидно. Я установил без переходников, сразу припаял выходы 3,25 дюйма, меньше переходников, меньше вероятность протечки. Давайте посмотрим, как все это работает. Я немного перекрутил манометр, просто хотелось прикрутить сильнее на всякий случай, но думаю, что даже если послабить его, то вода не потечет. А так он получается немножко верх ногами. Но поскольку тут один раз будет выставлено все, и лазить смотреть здесь нечего и незачем, то думаю, что это не важно. Можете видеть то, о чем я и говорил. Максимальное давление холодной воды около 4 атмосфер. Это с учетом этажности, района и многих других факторов. Не думаю, что на этом нужно заострять свое внимание, так как у каждого может получиться свое значение. Открутив рукоятку, на редукторе более чем на 4 бара, можно видеть, что давление больше не растет. То есть максимум достигнут. Поэтому можно крутить вниз. Я решил оставить на значении 2 бара. Как по мне, этого для бытового использования более чем достаточно. Кстати да, 1 бар это и есть давление, равное 1 атмосферному. Давление при скручивании редуктора не падает, потому что водоразборный кран закрыт, а вода уже в трубах зашла под давлением в 4 атмосферы. И поскольку в воде деваться некуда, то до открытия крана давление не уменьшится. Однако после открытия крана давление не только упадет до установленного значения, а и даже просядет чуть ниже, вплоть до закрытия крана. Установив редуктор давления, вы получите не только более долгую жизнь бойлера и снизите вероятность затопления себя и соседей, но и снизите вероятность поломки и других устройств. Например, фильтр для питьевой воды. Он также состоит из разного количества колб, которые также может разорвать от повышенного давления. Я абсолютно доволен результатом, рекомендую к установке. Поскольку это не реклама и цель видео не в рекламе, то ссылок не будет. Узнавайте сами у себя на месте или в инете, что почем и где лучше. Субтитры сделал DimaTorzok